То, что это говно, это никакого удивления не вызывает. Знаешь, в нашем кинобизнесе, когда страна начала в экономическом смысле приходить в себя, и до руководства государства начало доходить, что кинематограф – это важнейший аспект промывания мозгов гражданам, надо снимать кино, и государство должно спонсировать производство фильмов, и фильмы государство должно... Если оно дает деньги, то оно их заказывает, и будьте любезны снимать и показывать про то, чего требует государство. Ну, подход разумный, но в то же время есть определенные аспекты. Вот назначили восемь контор, которым государство деньги будет давать, где работают не самые тупые люди, а как раз на... Никита Сергеевич Михалков. Никита Сергеевич безусловный профессионал, даже какие-нибудь там эти, я не знаю, утомленные солнцем, мне не нравятся категорически, я считаю, это плохим кино, но, тем не менее, на фоне всего остального Никита Сергеевич у нас как гранитный утес в море плещущегося говна. Ну, возможно, не гранитный утес, а из чего-то другого, но, тем не менее, он как условно ремесленник, то есть, человек, умеющий делать, знающий, как надо делать, ну, он серьезен, да, ему надо давать деньги. Деньги дают. Но на фоне этого, оказывается, что у нас, грубо говоря, вот надо выпускать там 50 фильмов в год, а у нас есть всего 14 режиссеров, которым можно доверить постановку фильмов. Из них два документалисты, условно скажем. А надо много. Ну, давай, подтягивай вот этих, подтягивай вот тех. Соответственно, уровень профессионализма, катастрофа просто падает. То же самое сейчас происходит, например, там с Netflix, Amazon и всеми остальными, что денег чудовищное количество у какого-нибудь Netflix, давайте, давайте, давайте снимать кино. Давайте. Это не потому, что Netflix плохой. Netflix как раз хороший, он нанимает людей, давайте, снимайте. Есть возможность снимать больше, краше и все такое. А специалистов нет достойных режиссеров, которые могли либо... Ну, как этот... Как его? Ведьмак какой-нибудь. Скоро, кстати, второй сезон. Алик Сахаров. Который там... Сопрано, Рим. Игра престолов. Лучшее, что выходило на планете Земля. Просто лучшие. Способности Алика Сахарова никаких сомнений не вызывают ни у кого. И вдруг ведьмак. Как это у вас такое получается? А вот из-за того, что оно все со страшной силой... Знаешь, как... Не притча, а пример, что есть вот кусочек золота, и есть некоторое количество фигурок, которые надо золотом покрыть. Вот золотом можно покрыть три фигурки, и они будут покрыты золотом. А если ты десять хочешь покрыть, то будут дыры золота слишком... Слой слишком тонкий будет, оно сразу с дырами, а потом еще будет вытираться, облизать и все такое, и это бесполезно. Абсолютно. Не надо так делать, а оно получается именно так. Наберут дураков по объявлениям, ну, вот вам результат. Ведьмак. И все. Или вот это армия живых мертвецов. Что это такое? Ну, если там написано, что Зак Снайдер... Ну, ты же умеешь. Это вот, глядя на предыдущие фигуры. Например, какой-нибудь Саккер Панч. Помнишь? Ну, да, содержание вызывает массу разногласий, но снято-то как? Отлично. На мой взгляд, там просто картинки печатай, вешай на стены. Экшн здоровский. Музыка правильно приклеена. Уотчмен. Ну, это ж он делал. Триста спартанцев. Тоже ты делал. Блин. Как ты можешь вот такое вот слепить? Вот если Майк Тайсон умеет морды бить... Я на него в Инстаграме подписан. Пока меня в Фейсбуке не забанили. Я еще и в Фейсбуке был подписан на Майка Тайсона. Ну, в свои 50 с лишним лет. Ну, понятно, он не двадцатилетний. Не так это уже такой резвости и скорости нет. Там же видно. Стукнул раз. Специалист. Вижу по нему. Когда там показывают, как бить надо, мое почтение. Он не может физически плохо ударить, потому что это Тайсон. Он знает и умеет. А ты знаешь и умеешь. И вдруг из-под тебя выходит вот такое вот говно. Как у вас так получается? Я отказываюсь понимать. Просто отказываюсь. Вот Тайсон-то он бьет. Все тут от него зависит, а кино – это коллективный труд. И тут кто-то перетягивает... Мы эти примеры видим без передыху. Номер один. Художественный фильм. Мюл. По-нашему. Наркокурьер. С Клинтом Иствудом. Который заснял Клинт Иствуд. Как ты мог... Как Клинт Иствуд в свои там, я не знаю, 80 сколько лет и имея там за поясом ряд безусловнейших шедевров мирового кинематографа, как ты мог заснять такое говно? И к этому говну сценарий пишет человек, у которого за поясом вот точно так же шедевры. Как такое получается? Мартин Скорцезе. Как ты мог заснять ирландца, вот имея за поясом там Goodfellas, Казино, Волкс, Уолл-стрит, не говоря про другие. И вдруг ты делаешь вот такое тупое, бессмысленное, абсолютно беспомощное говно. Это точно ты делаешь? Я не верю. Это вот как раз к вопросу про коллективное творчество. Какие-то идиоты снимали. А ты в конце написал, что это ты. Как когда-то сожительница Сальвадора Дали, она там нанимала талантливых художников, они рисовали в стиле Дали, потом она Дали несла это на подпись, он подписывал и продавала, как его творчество. Ну, там хоть люди косить старались, и это не вызывало никаких сомнений, что нарисована четко в стиле Дали там. Ну, это-то просто говно. Это нельзя показывать и говорить, что это сделал ты. Это же позор чудовищный вообще. Как такое возможно? А вот, возможно. Ужасно. Ужасно. Одно расстройство. И чем дальше, тем все хуже, хуже и хуже. Все летит в известное место. И вот наглядный пример. Печально. Может, через пару недель Ведьмак обратно вернет, Марк? Жахнет, да. Мы с Клим Санычем уже на низком старте посмотрим Ведьмака, поглядим, что там получилось. Вот тут вроде отдушина про группу Битлз, что Питер Джексон там забабахал документальный сериал про Битлз, как они записывали альбом Let It Be. Восстановил, в 4К все перевел, музыку прилепил, репетиции, исполнение. Вчера пацаны начали качать, но оказалось, что оно только с переводом. Еще или не украли нормальный, я не знаю, или до меня еще не докатилось. Одна надежда посмотреть. Нормальный документальный фильм. А вот это, это все блевотина какая-то. Все, похоже, закончилось. Ну, и с их этой идиотской повесточкой, где эти сильные женщины, добрые гомосексуалы, там, еще чего-то. Зачем вы это пихаете? Какую, ну, какую это нагрузку вообще несет, смысловую? Никакой, абсолютно. Оно засунуто только ради того, что, посмотрите, вот у нас есть. А потом эти люди что-то нам говорят про коммунистическую цензуру, про навязывание какое-то со стороны коммунистов. Да вы хуже в миллион раз. Коммунисты нас хотя бы чему-то доброму и хорошему учили и призывали к доброму и хорошему. А вы к чему зовете? К уничтожению цивилизации на корню. Я помню, когда-то под каждой новостью про действия Обамы писал. Жги, Обамка. Разваливая Америку. Все смеялись. И как теперь? Не смешно? Нет? Вот и тогда смешно не было. Все катится в известном направлении. Все это ужасно.